Если говорить про экономику нашей республики Хакасия, то за последние годы, по моему мнению, не только ухудшается из-за тех подзападных санкций, но и из-за того, что мы просто перестали серьезно предметно заниматься экономикой. С каждым годом заключается чувство и промышленных, и сельхозпредприятий, и их проблемы заключается в том, что, конечно, недостаток оборот на свет, и самое главное, это высокая закредитовость. Вот по примеру Алтайского района могу сказать, что за последнее время закрылись три предприятия, такие как Патинская птицефабрика, там работало более 600 человек, закрытие акционерное общество Ачурское было более 600 человек, Алтайское деревство работало 120 человек, это было предприятие, одно из лучших дорожных предприятий в республике Хакасия, с прекрасной материальной технической базой работало 120 человек. Итого мы потеряли только по этим трех предприятий более 800 рабочих мест. И такие примеры, конечно, можно проводить буквально по каждому району, что Павлоградский, что Аскийский, и даже в городе Бокания, вы знаете, это предприятие, как он крутится, одно из двух крупных промышленных предприятий в городе Бокания строится один пивзавод. А у нас открывающиеся предприятия, о чем Сергей Владимирович говорил, о Шановской разрезе, элементарно уходит даже от оплаты налога на адаптации физических жильц, вот тем самым, как мы говорим, незапонно пользуются нашими бюджетными средствами. Если республика будет дальше двигаться этими тэпами, то мы можем вообще остаться без налоговой базы. А на банковских кредитах, конечно, никого не двигаешь. Сегодня только налоги за проценты, я подчеркиваю, за проценты по банковскому кредитам равны бюджету одного района. Коллеги, хотелось еще раз остановиться, не только о доходной части, но еще и о эффективном использовании бюджетных средств. Хочу привести только один пример. Долги за электромергию Коммунального сельского совета составляют 11 миллионов 600,1 тысячи, 611 тысяч. Годовой бюджет этого сельского совета 6 миллионов. Практически долги за электромергию превышают в два раза бюджет этого совета. Коммунальные службы и все наши группы муниципалитетов на республике должны энергетикам 750 миллионов рублей. Каждый район еще плюс. К этому должны у Севаканских 6 миллионов, российские рынки 10,4 тысячи, 20,7 миллионов. Итого, общая сумма всех наших долгов, то есть мы должны из бюджета заплатить энергетикам около 1 миллиарда рублей. Это крупные суммы. Поэтому, конечно, проблема за цена за электромергию для бюджетной организации, это сельские дома культуры, спортивные залы, музыкальные школы, за последние годы выросли практически на два раза. И составляет около 5 рублей. В то же время для ограбников у нас отрасли 5 рублей 30 копеек. В то же время у наших соседей Краснодарского края она стоит 3 рубля 5-20 копеек. Из-за долгов, как бы сегодня в рубль, в таранах поступал, в многих сельских совета в арестовом на счетах. Они вынуждены были отречать выручное освещение. Мне пришлось попросить на сходе граждан деревни Кайбалы. У жителей, конечно, не было возмущений, пределов возмущений. Так, на улице уже в вечернее время промежная тьма. Из-за низкого напряжения в сетях не работают бытовые приборы. И такая обстановка во многих поселениях, вот буквально позавчера, прошло заседание Совета муниципальных образований. Они предлагают заслужить его на сейсе муниципалитетов, либо на общем собрании эту проблему, вот, и озвучить, и что-то надо предпринимать. Вы все знаете, что на территории Республики Хакасии находятся крупнейшие гидроэлектростанции. Цена вырабатываемого электронной тисущей кофейки. Пройдя через несколько посредников, она увеличивается в десятки раз. Наверное, пришло время, Владимир Николаевич, но вернуться к тому нестрочному соглашению с энергетиками по итогам приватизации, где доля Республики Хакасия составляла 1,5 часть. Либо требует от федерального центра компенсацию за те высокие цены, как это делает Алтайский край. Алтайский край цены такие же на киловатт-час, и они требуют ежегодно получать подносение миллиардов рублей. И еще, коллеги, как исполнили принятые решения депутатами на сессиях, каково, на СССР Республике Хакасии. В считали правильно поднятия Владимира Николаевича вопрос Штигашевым об инвестициях заработной платы государственным и муниципальным служащим на уровне ежегодной инфляции. В соответствии с портовым кодексом. Который мы заморозили практически 8 лет и не поднимают. В своем времени депутаты Коколого Совета Хакасии приняли решение проинтатировать заработную плату на 10% самым низкооплачиваемым муниципальным служащим. Это было в 2013-м, так планировали в 2013-м в 2014-м годах. Однако, в счетом карабельный заместитель главы республики отменил решение всей сессии Коколого Совета, решение всей депутаты Коколого Совета. Сегодня средний заработной платы муниципальных служащих в поселении составляет 10-11 тысяч рублей. Если она имеет ребенка, то практически семья зачертует беденские нищие, так как прожиточная минимума в республике составляет 8 480 рублей. И еще коллеги, от неисполнения решений принятых Верховным Советом Республике Хакасии. В прошлом году депутаты при обсуждении бюджета единогласно проголосовали за то, чтобы выделить 47 миллионов рублей и все-таки достроить районную поликлинику в Север-Белый Яр. Скелет этого нового здания уже стоит и отверг, стены разрушаются. Я понимаю, конечно, нужно строить республиканские, серьезные большие объекты социальные, стены, несколько миллиардов рублей. Мы говорим, что тоже живут люди. Старые здания поликлиники, построенные еще в прошлом веке, в веке основательно изношены в фундаменте в пусте земных крестей. Временном чтении в этом заключении президент Верховного Совета Республики Хакасии мы поддержали предложение на завершение строительства поликлиники в Север-Белый Яр. Так как считают, что незавершенные объекты это закупывание в землю бюджетных средств. Поэтому прошу все предложения, внесенные нами в учителей тренингации. Спасибо за внимание.